и в израиле и германии разводили руками не зная как спасти мальчика за дело взялся азербайджанец из москвы пермского мальчика на котором поставили крест лучшие клиники страны и зарубежья успешно прооперировали в россии к моменту операции опухоль достигла ужасающих размеров 15 на 12 на 12 сантиметров азербайджанский врач палатки римов и его коллега игорь файнштейн приняли решение удалить головку и тело поджелудочной железы с резекцией желудка и желчевыводящего потока а сейчас немного предыстории в прошлом году семья из перми на плановой медкомиссии в детском саду узнала что у их сына крупное новообразование в поджелудочной железе 9 на 6 сантиметров врачи сразу не могли понять то ли это доброкачественная опухоль то ли рак поджелудочный ясно было только одно опухоль очень большая мальчик пролежал в больнице еще целый месяц но многочисленные консилиумы не могли ничего решить так как ситуация уникальная такие опухоли свойственны пациентам не менее 30 лет детские врачи разводили руками не зная как спасти мальчика семья была в отчаянии они нашли спонсора кто оплатит лечение в других странах и обратились за помощью в израиль но три известные клиники отказались брать на лечение ребенка признав что никогда не имели дело с опухолями у детей такого огромного размера затем велась долгая переписка с лучшей детской клиникой в мюнхене там семье предложили приехать на полное обследование но заранее предупредили что ничего не обещают так как оперировать в настоящей ситуации очень опасно мы были измучены этой неопределенностью рассказывает мама мальчика это очень тяжело видеть растерянность на лицах врачей которые не понимают как помочь твоему ребенку но семья не сдавалась они обратились в он код центра имени блохина к моменту операции опухоль достигла ужасающих размеров 15 на 12 на 12 сантиметров азербайджанский врач палатки римов и его коллега игорь файнштейн приняли решение удалить головку и тело поджелудочной железы с резекцией желудка и желчевыводящего потока поджелудочную железу вообще очень непросто оперировать сказал палатки римов ее содержимое разъедает органы а тут еще гигантская опухоль но в успехе мы не сомневались были уверены что сделаем эту операцию операция проходила в два этапа операция длилась пять часов и прошла успешно после операционный период прошел хорошо уже на третий день мальчик самостоятельно принимал специальную пищу в виде смесей сейчас когда прошло уже три месяца реабилитационного периода мальчик живет обычной жизнью он наблюдается у хирурга каждые три месяца по прогнозам врачей у ребенка больше не осталось никаких проблем об операции ему будет напоминать только шрам хочется сказать огромное спасибо азербайджанскому врачу палады керимову и его коллеги игорь и файнштейну за их профессионализм и уникальную операцию которая спасла мальчика